В наше время, помнится, говорили, что армия – это замечательная школа, но лучше ее пройти заочно. И обычно проходили заочно те, которые очень находчивые, очень умные. Поскольку я к этой категории не относился, я попал в очную службу. И, ну, в общем-то, не жалею. Два года прошли, которые были очень веселые, особенно по прошествии многих лет. Самый главный принцип или постулат, которым должен следовать солдат, в общем-то, на мой взгляд, это два постулата. Первый – подальше от начальства и поближе к кухне. Очень известный, очень правильный, проверенный веками уже. Ну и второй – никогда на службу не напрашивайся и никогда от нее не отказывайся. Именно со второго постулата у меня, собственно, началась служба. Когда нас привезли призывников в армию, одели форму, новую, скрипящую, красивую, прапорщик построил это подразделение, и говорят, нужны добровольцы. Воины, нам сказал, так патетически. Это, естественно, нас вдохновило, наверное, думали на какие-то подвиги. Так вот, говорят, есть два задания, очень срочные. Надо перебрать конфеты с печеньем, а в другом вагоне привезли колбасу копченую. Ее надо протереть спиртом и уложить на хранение. Поэтому добровольцы желающие. Ну, мы, естественно, все ломанулись вперед. В результате первые 10 человек поехали отмывать склад с маргарином, и с комбижиром, которым кормили солдаты. Вернулись они в таком виде, чтобы было невозможно представить. Ну, а мне пришлось вместе с другими бойцами разгружать бетонные плиты. И вот после этого я понял, никогда в армии нельзя напрашиваться на службу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова